Глава пятая. Беглец. Давид в Найоте. Выбор дома Самуила в качестве убежища был не случайен. Давид был убежден, что Саул не осмелится отдать приказ ворваться в дом пророка. Однако Самуил, зная, что царь не простил ему последнего пророчества, и так же, как и Давида, числит его в своих врагах, отнюдь не разделял этой уверенности. Поэтому, услышав от Давида рассказ о последних событиях, он решил укрыться от него в своей школе пророков, расположенной в другом квартале Рамы, Найоте. Десятки учеников изучали в этой школе под руководством Самуила священное писание. Часы учебы перемежались в ней с регулярными пламенными молитвами, и у Самуила была надежда, что Саул действительно не решится производить арест Давида в таком месте на глазах множества людей. Устное предание рассказывает, что придя в школу, Давид и Самуил уединились и до расцвета учили Тору. Причем с присущей для фольклора гиперболизацией добавляет, что за одну эту ночь Самуил открыл Давиду такие скрытые в Торе тайны мироздания, для постижения которых другим, обычным людям понадобилось бы сто лет непрерывной учебы. Великий комментатор Торы Абарбанель. Сноска. Абарбанель. 1437-1508. Один из лидеров евреев Испании во время изгнания в 1492 году. Автор расширенного комментария к Библии, изданного в начале 16 века в Венеции. Конец сноски. Абарбанель, основываясь на сборнике Медрашей и Елкут Шимони, рисует более развернутую картину этой ночной беседы между будущим царем и пророком. «Давид, — говорит Абарбанель, — начал изливать перед пророком сердце, поведал, как тяготит его тайна его помазания и ненависть к нему Саула, и затем вопросил пророка, для чего посланы ему все эти испытания, может ли он отказаться от своей миссии, и если не может, то в чем, собственно, эта миссия заключается?» И вот в ответ на это Самуил и развернул перед ним свиток Торы и прочел отрывок, предписывающий каждому еврею три раза в год на праздники Песах, Суккот и Шавуот, являться, цитата, «предликом Господа Бога вашего в месте, которое тот изберет». Второзаконие 16.16.17 Сейчас, сказал Самуил, таким местом считается Нов, потому что там стоит Ковчег Завета. До этого Ковчег стоял в шило, и народ на праздники являлся туда. Однако настанет день, когда евреи окончательно утвердятся в обетованной им Богом земле, и тогда Ковчег будет перенесен в величественный храм, сооруженный действительно в избранном Богом месте. Таким местом, продолжил Самуил, является гора Мурия, на которой некогда Авраам хотел принести в жертву Исаака. А затем на этой же горе, бежавшему от своего брата Исаава, Якову, открылась во сне чудесная лестница, и было повторено данное Аврааму и Исааку обещание сделать еврейский народ не только многочисленным, но и народом вечным. Сейчас гора Мурия находится в принадлежащем Иевусеям Иерусалиме, и одним из важнейших деяний Давида должно будет стать завоевание этого города, а также точное определение места, где должен стоять храм и его строительство, или, по меньшей мере, подготовка к этому строительству. Тем временем Саулу донесли, где скрывается Давид, и он немедленно послал в Раму отряд для его ареста. Дальше рассказ Библии, на первый взгляд, сбивается на явно фантастические, сказочные мотивы. Как только посланцы Саула встретили там сонным пророков, на них тоже сошел Дух Божий, и они стали пророчествовать и совершенно забыли, для чего были присланы. То же самое произошло и со вторым, и с третьим отрядом, посланным Саулом. Тогда сам царь отправился в Раму, чтобы, наконец, призвать своих людей к порядку. Но и на него также сошел Дух Пророчества. Причем то, что открыло Саулу в минуты пророческого откровения, было настолько страшно, что царь снял с себя всю одежду и, рыдая, пролежал неодетый весь день и всю ночь перед пророком. Исследователям Библии вся эта картина представляется, возможно, чуть сгущающей краски, но отнюдь не нереальной. Во всяком случае, сам факт существования подобных школ пророков подтверждается многими историческими источниками. «Это были объединения ниствующих религиозных фанатиков, впервые появившиеся в Израиле около тысячного года до новой эры», писал Зиновий Коседовский с присущим атеистическим школам того времени пылом. Они находились обычно вблизи таких крупных религиозных центров, как Гива, Вифиль, Ромафаим, а впоследствии также Самария. Приступы религиозного экстаза не были чужды ни Самуилу, ни Саулу, ни Давиду. Саул, возвращаясь из Ромафаим домой, встретил группу пророков и дал вовлечь себя в экстатические пляски и песнопения. Вторичный приступ безумия случился с ним после получения известия об осаде города Иависа. Он изрубил тогда двух валов, которыми пахал землю. Третий раз это произошло с ним в Ромафаиме, куда он явился в погоне за Давидом. «Навстречу ему вышел Самуил со своими пророками и, загипнотизировав его плясками, пением и восклицаниями, вовлек в свой хоровод». Конец цитаты. Далее Коседовский приводит цитату из первой книги Самуила. Напомним, что в синодальном переводе это первая книга царств, на основе которой делает следующий вывод. Это описание доказывает, что по стране шатались толпы фанатиков религиозных и религиозных мистиков, поразительно напоминающих дервишей ислама. Эти израильские пророки носили полотняные одежды и специальные пояса и, подобно дервишам, собирали милостыню. Их религиозные обряды включали в себя не только песнопения, пляски и прорицания, но и самобичевание, истязание тела различными орудиями пытки. Знаменательно, что эти пророки появились на арене израильской религиозной жизни довольно поздно. Это доказывает, что коллективное экстатическое пророчество вне не было местным израильским явлением. Вопрос его происхождения все еще остается открытым. «Однако преобладает мнение, что израильтяне заимствовали его у Хананиян вместе с культом Ваала, Астарты и других финикийских божеств». Конец цитаты. Древние авторы придерживаются более «спокойной» версии. Для них школы пророков были прежде всего центрами изучения и сохранения закона Моисея. Однако и они признают, что во время молитвы в таких школах практиковались различные техники медитации, погружения в себя, а также впадения в состояние неистового религиозного экстаза, в котором человек отрешался от всего мирского и, кавычки, выходил на прямую связь с Богом, кавычки. Видимо, в это состояние под воздействием массовой экстатичной молитвы и впали царь Саул и его слуги и пребывали в нем, как следует из текста, не меньше суток. Давид, не поддавшийся тогда общему настроению и сохранивший ясность мысли, узнав, что произошло, поспешил покинуть Раму. Ночной разговор с Самуилом помог ему многое понять, и теперь он шел в Гиву навстречу с Иоаннафаном, твердо зная, в чем заключается то главное предназначение, которое он должен исполнить. Субтитры создавал DimaTorzok